Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о фаворитах осени. Я расскажу вам, что больше всего мне нравилось в этом сезоне, так как осень закончилась, пора подводить итоги. Если такого рода видео вам нравится и вы хотите узнать, какие фавориты были у меня этой осенью, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Сразу хотелось бы оговориться, что люксовых продуктов будет мало. Практически все мои любимые продукты этой осенью были как раз-таки из бюджетного сегмента. Не знаю, чем это связано, либо с моими личными предпочтениями, либо потому что кризис у нас на дворе, и все-таки надо соответствовать. Но в любом случае начать хотелось бы как раз-таки с люкс. В любимчиках у меня этой осенью тональный крем от Guerlain. Это Parure de Lumiere. Тональная основа, очень легкая тональная основа, которая нацелена на увлажнение, подсвечивание кожи. Безумно мне нравится эта тональная основа. Во-первых, потому что это Guerlain, то есть мне очень нравится оформление. Это тяжелый стеклянный флакончик с дозатором, с помпой. Очень удобно пользоваться. Он экономичный. Одного нажатия хватает мне, чтобы нанести на все лицо и распределить его. Легко распределяется. Я распределяю его в Buffing Brush, обычной такой кистью от Real Techniques. Что мне еще нравится? Здесь SPF 25. И на самом деле я нашла тональное средство. Как раз-таки вот у меня было два любимых тональных средства. На осень, на теплую осень, на лето у меня было любимое тональное средство. Это Taint Couture от Givenchy. Это стойкое тональное средство, которое подсвечивает кожу. Ну, кстати говоря, я его хочу еще себе прикупить. А вот на зиму, на вот такой вот уже более холодный период времени у меня любимое средство было Taint Miracle от Lancome. Вот этот тональный крем, он совмещает как раз-таки легкость. Легкость, невесомость Taint Couture. И с другой стороны, очень увлажнение хорошее, очень хорошее покрытие Taint Miracle и подсвечивание Taint Miracle. Финиш дает такой здоровый, очень красивый, влажный слегка. Очень круто смотрится. И если вы не нуждаетесь в серьезном покрытии, то есть у вас нет каких-то проблем с лицом, если вы любите сияющий финиш здоровый, если вы выбираете средство из люкс-сегмента, обязательно пригляните именно к порыву De Lumiere. На зиму, я думаю, что будет очень хороший вариант. Следующий продукт я уже не первый раз, мне кажется, вам показываю среди своих фаворитов. Это Shiseido. Это консилер от Shiseido. У меня 102 оттенок Light. Потрясающий консилер под глаза. Это лучший консилер под глаза. Мне он больше нравится, чем Touche C'est La, потому что Touche C'est La, он... Мне с этим просто удобнее работать. Он просто лучше ложится, для меня лучше. Классный именно в работе. Он очень классно закрывает все какие-то синячки. Он хорошо работает именно в зоне под глазами, он не скатывается никуда. Он наслаивается, он... Его можно добавить, если вам не хватает где-то покрытия. Он легко обновляется, если у вас вдруг получилось так, что вы не можете никак обновить макияж. Но вам нужно куда-то пойти, пойти свежий. А вы уже целый день отработали вовеси. Вы просто добавляете этого консилера, растушевываете. Он прекрасно ложится поверх уже, скажем так, нанесенного несколько часов назад. Освежает взгляд. Очень круто при этом ложится. Никак не задевает предыдущие слои макияжа. Крутой продукт. Мне он тоже безумно нравится. И что касается еще люксов моей косметички этой осенью, то это были продукты для губ. Я говорила уже, когда только-только у меня появилась эта помада Dolce & Gabbana, что это будет моим фаворитом. Действительно, это мой фаворит осенний. Я, если пользовалась яркой помадой, то это была вот эта красная помада. Оттенок у меня 630 Black Magic. Обожаю эту помаду. Она просто потрясающая. Это самая лучшая красная помада в моей коллекции. Объясню почему. Во-первых, она увлажняет губы. Она очень круто на них смотрится. Она имеет кремовую консистенцию. Она прекрасно наносится, прекрасно сходит. Она фантастически держится. Это просто самая лучшая помада красная, которая у меня была. И я уже говорила о своей любви к Dolce & Gabbana. Это лучшие помады. Они радикально отличаются от всего остального люкса даже. Я не говорю уже про масс-маркет. То есть, это уникальные помады. Я вам советую их попробовать. И следующие два продукта. Это были блески. Я не знаю, почему. Мне как-то на работу не хотелось пользоваться помадами. Я в основном пользовалась блесками. Это блеск от Clorance. Это блеск-бальзам. Eclat Mute. У меня он в 0,2 оттенке. Очень классный продукт. Лучший блеск пока что, который я встречала. Я думаю, что я скоро обновлю свою упаковку. Потому что этот у меня уже весь такой побитый флакончик. И там уже очень мало осталось. Классный блеск. Очень хорошо увлажняет. Ухаживает за губами. Это его огромный плюс. Помимо этого, очень круто смотрится на губах. Подходит к любому яркому макияжу. Глаз не яркому. К любому. Ко всему подойдет. Очень классный. Приятно пахнет конфетками. И следующий продукт. Это блеск от Givenchy. Я честно признаюсь. Раньше он у меня был в нелюбимчиках. Я не любила этот блеск. Мне он казался просто выброшенным на ветер деньгами. Потому что, несмотря на то, что даже мне его подарили. Но мне казалось, что он такой очень жидкий. Он какой-то... Ну все в нем не так. Все меня не устраивало. Но эту осень я его решила добить. И вот как раз таки мне он почему-то понравился. Во-первых, мне понравилось то, что он очень легкий. Мне понравилось, что он очень классно смотрится на губах. То есть это практически вот этот блеск. Только еще с легким мерцанием. Мне понравилось его мерцание. Мне понравилось, в общем-то, как он смотрится на губах. У меня, если что, оттенок 11. Пойдем дальше также по декоративке. Только уже масс-маркет. Из масс-маркета просто звезда моей коллекции. Я уже затерла просто весь флакончик. Купила себе новый. Это тушь Max Factor Masterpiece Transform. Я всем советую эту тушь. Если мне кто-то спрашивает, Маша, посоветуй тушь. Я всегда говорю, Masterpiece Transform. Дешево, сердито, обалденная тушь. Я считаю, что это тушь аналог новинки от Guerlain, которая вышла в этом году. Которая тоже у меня была летом. Была моим фаворитом. Kiehl's Denfer. So Volume. То есть самые вот это были золотые раньше. А в этом году они вышли в черном тюбике. И с золотой стороной одной. Вот, собственно, все поняли, что это за тушь. Тоже потрясающий тушь. Но стоит она очень-очень дорого. Я случайно где-то на скидках взяла вот эту тушь. Masterpiece Transform. Потому что кто-то из блогеров ее очень-очень хвалил. И реально это аналог той туши. Только дешевле в 10 раз. Потому что последний раз я купила где-то на скидках в Литвале за 200 рублей. Тюбик новый. Вот флакон этой туши. Потрясающий тушь делает очень красивые ресницы. То есть вы можете варьировать. Вы можете очень красивый дневной вариант сделать. Абсолютно нейтральный. Но они будут длинные, пушистые, красивые, хорошо подкручены. Вы можете сделать наслаиванием вечерний вариант. Они будут просто шикарные ресницы. Огромные, пушистые, разделенные, потрясающие ресницы. Она не течет. Она не раздражает глаза. То есть это, наверное, первая масс-маркетовская тушь, просто которой я готова пить воды. Я очень-очень плохо отношусь к тушам из масс-маркета. Они мне раздражают глаза. Они у меня сыпятся. И каких только с ними проблем нет. У меня это просто, наверное, первая тушь из Max Factor, которой я довольна. Которая дает мне огромные ресницы, которые мне сыпятся и мне раздражают глаза. Которая просто супер. И я всем-всем ее советую. И следующий мой любимый продукт тоже от Max Factor. Я вам показывала в покупках осенью. Это румяна от Max Factor. У меня оттенок 20 для Вишмуав. Это новинка этого года от Max Factor. И румяна обалденного, просто пыльного оттенка, пыльной розы. Супер румяна. Очень круто смотрится именно на таком более-менее смыглом типаже, более-менее смыглой кожи, как у меня. Шикарные просто румяна. Они подходят под любую помаду. Они подходят... Я просто вот затерла их настолько за эту осень. Просто мне кажется, у меня все мои оргазмы и все остальное от Nars, все, что у меня лежит, оно практически новое по сравнению с тем, насколько я использовала уже эти румяна. Они просто супер. Следующий мой любимый продукт осени. Это Brow Satin. Это карандаш и тени для бровей от Maybelline. Это достаточно нашумевший продукт. И, как мне сказали консультанты Maybelline, что у них он очень хорошо распокупается. То есть, с одной стороны, вот такой карандаш, выкручиваешься механически, а с другой стороны, тени для... для бровей от тени. Но они сделаны в очень таком необычном варианте. То есть, получается, это как аппликатор с наконечником таким. То есть, в принципе, прорисовать удобно брови. Этот продукт, он создает просто обалденные натуральные брови. Делает это очень быстро. Очень классно брать его куда-то в поездку, потому что я, в общем-то, была счастлива, что он у меня появился перед Таллином. Потому что в Таллине я поехала, уже у меня для бровей было только два карандаша. То есть, это один карандаш, а второй был просто из-за того, что на нем кисточка для того, чтобы расчесывать брови. Все, это весь мой набор для бровей. Я могла в любой точке земли, собственно, создать свои идеальные брови. Хотя раньше у меня для создания бровей была целая палетка, у меня была кисточка, у меня была щеточка для расчесывания, карандаш, чем у меня тут только не было. Это заменяет мне все. Я могу создать идеальные брови. Они просто шикарные, натуральные. Они в меру и графичные, но они в меру натуральные. То есть, именно обалденный эффект создает, очень легко растушевывается, устойчивый достаточно продукт. То есть, к вечеру мои брови, они на месте, они никуда не деваются, никуда не слезают, не облезают, не обсыпаются. Очень-очень классный продукт. И следующий мой фаворит, скажем так, фаворит, недофаворит, это палетка The Nudes от Maybelline. Я могу вам рассказать отдельно потом именно мое мнение о палетке, что мне не нравится, что мне не нравится. Если вам это интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вдруг возникнет такой интерес. Но мое мнение достаточно спорно. Да, это мой фаворит, потому что я этой палеткой пользовалась практически всю осень, как я ее купила, так и пользовалась. Здесь классная подборка оттенков. То есть, здесь есть и матовые, есть шиммерные. Шиммерные я не согласна с тем, что они не особо пигментированные. Но, может, они мне нужны только для каких-то целей, где мне от них пигментация не особо нужна. В принципе, оттенки красивые. Мне нравятся в этой палетке больше всего матовые оттенки. Я пользуюсь в основном матовыми оттенками для дневных макияжей. Меня устраивает здесь черный. Он не самый худший черный, который я видела в палетках, в том числе и небюджетных. Что еще сказать из плюсов? Да, в общем-то, для бюджетной палетки, для 600 рублей, за которые я ее приобрела, это идеальная палетка. Но мне не очень нравится, что мне нужно прилагать усилия, чтобы их растушевать. Это минус для меня. Тяжело растушевываться, тяжело идет. Даже на мою базу Нарс тяжеловато. То есть мне нужно прилагать больше усилий, нежели это была бы Неки 2, нежели бы это были Тарт. Больше усилий нужно, это вот минус очевидный. То есть все-таки, мне кажется, это не та палетка, на которой стоит учиться, а за макияжа, потому что вам будет тяжело с ней работать. На этом, наверное, мои претензии заканчиваются к этой палетке. В принципе, она мне очень нравится по подборке, как я и говорила, уже цветок по пигментации она меня устраивает. И, в общем-то, как палетка, которая у меня есть, она меня устраивает. Она мне нравится. Я неспроста ей пользовалась всю осень, я думаю, что буду пользоваться дальше. Самые мои любимые, наверное, оттенки, это вот этот вот Транзишн оттенок, который я использую для складки. Такой вот, скажем так, создает идеальную тень. Вот этот очень мне нравится для уголка. Также мне нравится вот этот вот светлый молочный. Очень хорошо выравнивает тон века. Также мне вот нравится вот этот вот шиммерный. Мне как для разных целей он нравится, скажем так. Но в макияже красиво смотрится. Мне также нравятся, наверное, вот эти два оттенка. Они тоже очень красиво смотрятся в макияже. В принципе, палеткой я довольна. Говорю, ищите на скидках. Это будет идеальная бюджетная палетка. Но если вы уже умеете, скажем так, есть какие-то навыки работы с тенями, и это не первая ваша палетка. Ну, то есть, может быть, у меня руки не с того места. Но вот тяжело мне их тушевать, не знаю. Ладно, если продолжать тему декоративной косметики, закончить хотелось бы лаками. Не знаю, как так получилось, но в осенний фаворит у меня плавно перекочевал фаворит из-за лета. Это Vanity Fair, или в русском варианте Ярмарка Числавия от AC. Потрясающий лак, это уже второй бутылок мой. Обожаю этот лак, я не знаю, как... Я влюбилась, наверное, летом, а потом я разучилась полностью красить нормальные ногти какими-то яркими оттенками, поэтому продолжаю красить именно этим оттенком. Он подходит подо всё, он делает просто вот... Вот он сейчас у меня на руках, мне кажется, более благородного маникюра я пока себе придумать не могу. То есть, это такой а-ля French, очень такой нейтральный, то есть, это ленивый French. Плюс ещё за счёт мелкого-мелкого шиммера они очень хорошо блестят, очень смотрятся ухоженно. Нет проблемы того, что у тебя на ногтях какой-то оттенок, который не подходит под твой аутфит. Всегда руки очень ухожены, очень красивы, не видно сколов, потрясающий лак, очень-очень крутой. Мне этот оттенок нравится. И также из моих любимчиков уже не первый раз показываю. Это Сашевит. И именно этой осенью я опять его нашла, купила в подружке Сашевит. И пришла я к выводу, что это лучшая сушка, вот лучше нет. Всё-таки Эйси, он хуже держится, он более тонким слоем ложится, при этом блеск очень быстро пропадает по сравнению с этим. То есть, вот именно эффект бигель-лака даёт мне только эта сушка, и очень быстро высыхает ногти, и очень круто смотрится, и продлевает жизнь маникюру. Из фаворитов для волос у меня тоже немного чего нового, но покажу вам опять-таки своё масло от Матрикс из серии Экскази Тойл. Обожаю это масло, это просто потрясающее масло, которое очень шикарно ухаживает за волосами. Оно предохраняет кончики от пересушивания, от ломкости. То есть, волосы смотрятся очень-очень круто, очень круто блестят. Они живые, здоровые, крутое масло, и всем его советую. И следующий продукт у меня, скажем так, новинка моя от DAF, это сухой шампунь. Я его купила также перед Таллином. Потрясающий шампунь. Вот, наверное, самый-самый крутой шампунь сухой, который я пробовала. Мне он безумно нравится, потому что, во-первых, он не такой светлый, не такой уберющий, не так видно на волосах. Но он не так сильно забирает, он, скажем так, не такой ядерный. И за счет этого он хорошо смотрится именно на волосах, у которых хороший свой природный блеск. Более естественно смотрится. То есть, Батист у меня делает дико матовые волосы почему-то. И у меня очень странно смотрится, что здесь у меня голова матовая, а здесь у меня очень-очень блестящие волосы. Смотрится очень странно. Этот мне больше нравится. Очень хорошо освежает волосы. У него потрясающий нейтральный такой запах. Он не раздражает никого. Он очень нежный, выветривается быстро. Он освежает волосы. При этом не дает объемом неплохой. То есть, вот все идеально в этом сухом шампунь. И моими фаворитами из ухода, три моих бюджетных фаворита из ухода. Это прежде всего Бабушка Агафья. Это голубая очищающая маска для лица на масельковой воде. Это уже вторая упаковка. Это безумно бюджетная маска. В последний раз я ее купила где-то на скидках в Улыбке Радуги за 35 рублей. Реально обалденное средство. Похоже на маску увлажняющую от Clorans из голубой линейки. Только маска от Clorans из голубой линейки, по-моему, стоит под 2000. Здесь она стоит 35 рублей. Ну хорошо, там даже по полной стоимости 60 рублей она будет стоить. Это потрясающая маска. Она очень шикарная. Она очень хорошо работает с кожей. Она очищает поры. Она делает очень красивую фарфоровую кожу. И при этом она еще и умудряется ее как-то увлажнить и напитать. И по итогу получается очень-очень красивая кожа. Второй раз я ее уже покупаю и она меня не перестает радовать. Это просто мой must-have. И меня удивляет, как можно за такие просто копейки, меньше 100 рублей, сделать аналог продукта, который стоит и покупается за 2000 рублей. Я не знаю. Нет, естественно, как бы маска от Clorans, она там беленькая, это голубая. Там у них есть какие-то определенные, скажем так. Разница есть определенная. Но по эффекту, по тому, как она работает, разницы вообще нет никакой. И меня удивляет, как вот здесь вот, собственно, аналог люкса. Вот в этой упаковке. Нет, вот упаковку я бы заменила. Я бы доплатила еще 100 рублей за эту маску, за объем 100 мл, заметьте, за объем 100 мл, там просто какие-то копейки. Я бы доплатила, уважаемые производители, бабушки Агафьи, я бы доплатила, если бы вы сделали нормальный упаковок. Два последних продукта у меня для тела. Это, прежде всего, мое средство антицеллюлитное, скажем так. Happy Slim от Markel. Точнее, серия Happy Slim называется марка Markel. Это массажное крем-масло, крем-масло, да, с эффектом ультразвука. Вот, в общем-то, у него обалденный запах. Пахнет каким-то очень-очень вкусным десертом. Обалденный сладкий запах. И также, помимо этого, он очень хорошо увлажняет кожу. Я не знаю, насколько он там борется с целлюлитом, но кожу его потрясающе увлажняет. И кожу делают очень упругой. За счет вот этого вот качественного увлажнения с ним можно сделать и массаж. Он достаточно жирненький, она очень хорошо впитывается. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы сделать массаж, у вас будут руки скользить. Вы сможете сделать хороший антицеллюлитный массаж. Но при этом после этого не останется жирных следов. И следующий продукт, который мне безумно тоже нравится, это молочко от Клеона. Серия Овсянка, тоже для сухой кожи. Увлажнение с мягчением здесь 200 мл. Это вот, когда у меня стало заканчиваться вот это масло, мне пришло на тестирование вот это молочко. Это вот два моих любимых просто продукта этой осени. Которые меня спасали от сухости. Которые спасали мою кожу от сухости. У меня безумно сухая кожа. То есть, кто не знает, кто новенький у нас на канале, безумно сухая кожа. И я просто не знаю, чем спасаться вот в такой осенне-зимний период. И это вот действительно два сос-продукта для моей кожи. Потому что оба потрясающе очень хорошо увлажняют кожу. Очень хорошо работают, быстро впитываются. Не оставляют никаких следов ни на одежде, нигде. И вот этот продукт еще очень классно пахнет. Вот этот продукт пахнет травками на любите. И это все, это все мои любимые продукты, о которых мне, конечно же, хотелось вам рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Перископ. Все ссылки я обязательно оставлю вам в инфобокс. И все. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие продукты этой осени вам нравились. Что из того, что я вам показала сегодня, вы уже тестировали. Какое у вас мнение. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok